здравствуйте друзья 4 июля 2016 года праздник гости съезжались на дачу а пока они еще не съехались гарик нам расскажет страшную историю про товарища майора ну прежде с тем чем начать рассказ так поскольку там будут интимные моменты я одену темные очки давай чтобы не было видно моих счастливых глаз рассказ относятся к эпохе перестройки к эпохе развитому социализму переходящему в дикий капитализм это было уже как это было развала ссср да это был 93 94 год когда понятно как говорит то есть плеханов сказал что обогащайтесь чем мы занимались были у меня друзья которые работали в саратове на авиационном заводе а в то время было очень популярно доставать металл и продавать его налево то бишь за границу и вот ребята нарыли где-то под саратовом в полях огромное количество алюминиевых труб то есть целая оросительная система и пришло такое решение эти трубы оросительные поскольку они из алюминия продать их получить деньги и обогатиться и вот значит поскольку саратовский авиационный завод был предприятие военное то у них трудились солдаты и вот поручили одни солдатам и разобрать эту систему арут сонную но навигацию нет трубы это у нас какая система труб на ирre än ир zo soon rica cave origin разобрать эту систему трубы собрать вагоны отправить на запад продать деньги поделить и затихар слово да и вот значит была команда стали разбирать трубы от боя функция моя функция была найти покупателя которые эти трубы примет и даст деньги. У меня тогда был маленький кооператив, и за определенный процент я был посредником. Значит, нашел я организацию, ходил туда долго, договорился, составил договор. Я как посредник получаю определенную сумму, а ребята за трубы получают тоже деньги. Договор подписали, пошла команда, солдаты стали разбирать трубы, складывать их в вагоны, и вагоны пошли на завод. Я прихожу в эту контору, где являлся посредник, и говорю, ребят, я с заданием справился, да, платите деньги комиссионные. Они пока не платят. Я проходил дня четыре, в конце концов уговорил, и мне заплатили большую сумму комиссионных денег. Говорю, хорошо, я доволен. Сижу дома, курю бамбук. В это время звонят ребята из Саратов. Говорят, слушай, мы уже отправили два эшелона труб, а денег нам не дали. Я говорю, я не знаю, я посредник, я, в общем-то, все, что мог, сделал. Они меня, значит, пушают, чтобы я пошел туда и разобрался. Я, значит, стал ездить в эту контору, говорю, где деньги? Трубы получили, бумаги пришли, разгрузили, а денег за трубы нет. Давайте закончим этот процесс. Ходил, 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 потом в конце, через неделю. Начальник говорит, хорошо, вот платежный документ, вот бухгалтер, езжайте в банк, отдайте платежку. Это подтверждение того, что трубы мы оплатили. Я говорю, ребят, можно я платежку, сделаю из нее копию и отправлю друзьям в Саратов, подтверждающие мои полномочия, что я с своим делом справился. Я делаю копию этой платежки, посылаю им письмо, а перед этим мы были в банке, и я видел, что эту платежку отдали в платежный отдел. То есть все, бумага прошла, платежка прошла, подтверждение у меня на руках, я спокойненько получал, поехал отдыхать. Приезжаю через неделю, встречает друг в аэропорту, говорит, слушай, нас скоро пришивут. Я говорю, в чем дело? Оказывается, деньги не получили. Как только в банке мы отдали платежку, ее тут же вернул вот этот вот начальник, хороший человек. И получилось, что нас обманул. И вроде как бы от нас отстали, потому что поняли, что посредник тут уже все, что мог, сделал. И вот сижу я дома вечером, раздается звонок. Такой-то, такой-то, да, такой приятный женский голос. В телефонный? В телефон. Вы такой-то, да, я такой-то. Вот вас беспокоит старший следователь по особым делам, майор Волков, предположим. Волков? Волкова. Женская? Да. Я совершенно обалдел. Думаю, как же так? За что майор-то? Она говорит, вы бы не могли курить ко мне завтра в гостиницу. Я там остановилась. В гостинице МВД находилась перед Юго-Западным метро. Не помню уже. А, проспект Вернадского. Прямо у входа в метро. Прийти ко мне и дать показания, потому что вот меня наняли люди, которые деньги не получили, а вы получили. Короче, нужно разобраться. Я говорю, а когда можно приехать? Она говорит, ну давайте так, не завтра утром, а вот сегодня прямо, вечером. А время было часов 5 или 6 вечера. Я быстренько оделся, побрился, заехал в магазин, купил веб-бутоке шампанского и приезжаю к ней в гостиницу. Сучусь номер, вхожу, а там сидит красавица. Такая талия, такая грудь. И говорит... Мурет-то сколько? Года 32. Красавица. Майор. Но в форме? В форме, в форме. Я действительно, как бы это самое, и выпили бутылку, выпили вторую, а она не отступает, и мол, говорит, 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 и мол, вот такое дело. То есть не отказалась шампанской пить? Нет. Но я ей показываю форму платежки, объясняю то, в конце концов, она поняла, что я ничего такого не нарушил, что я получил законную свою комиссию, и говорю, сейчас время 10 вечера, давайте я вам пока покажу вечернюю Москву. Она не московская? Она из Саратова. Угу. Саратовского МВД. Ну, после двух бутылок шампанского она согласилась, и мы поехали по вечерней Москве. На чем? Ну, я отвезли на метро на Красную площадь, и там стали гулять, смотреть, а у меня была... У тебя машины не было? Не было машины, нет. Кавалер, так. Кавалер, да, свозил на метро девушку, тогда это было очень популярно. У меня была одна комнатная квартира в Сокольниках, и там, поскольку уже был бизнес, там тоже было шампанское. Короче, получилось так, что мы ее такую тепленькую, я ее тепленькую, привел в эту квартиру, там с ней поближе познакомился, до 12 мы запили все шампанское, и опять уехали в ее гостиницу. Перед тем, как расстался, она говорит, слушай, я, говорит, свои показания еще не взяла, приходи, говорит, завтра утром продолжим запросить. Ну, тут уже, конечно, я не боялся, потому что запрос был положительно в мою сторону. Утром я пришел, продолжилась допросная система, закончили допрос мы в час дня, а в час тридцать, когда я уже уходил, в рифте встретился с директором этой конторы, плохим человеком, который не заплатил друзьям за трубы. Так. С ним допрос был совершенно другой. Так. Ну, с шампанским шел или так? Он шел, нет, он шел как под этот самый, как под приговор, потому что он же не заплатил. Ну, да. На следующий день она уезжала, мы с ней созвонились, и через недели-две она пригласила меня в Саратов. Угу. И в Саратове она сняла гостиницу МВД и решила тоже мне показать город. Ну, кончилось тем, что я два дня провел в номере с шампанским и с майором. Угу. Незабываемые события в моей жизни. Подобного допроса я никогда не имел, тем более с майором, главным следователем особо важных дел. Но она в Америку не приезжала? Она в Америку не приезжала, прислала мне письмо. Сюда? Нет, в Москву, перед моим отъездом, с благодарностью, что я вот такой хороший человек, так вот ей все объяснил, что я вот честный, нечестно оклеветованный стяжателями, которые не заплатили деньги за алюминиевые трубы. Но заплатили в итоге деньги? Нет, не заплатили. И там кончилось все очень плохо, но я уже уехал в Америку. И остались приятные воспоминания. Она даже мне посвятила стихотворение, даже картину. Она романтическая такая. Очень, очень. И майор мне сидело плакало, что она такая несчастная, и что она стала майором в 30 лет, и что ей поручают самые ответственные дела, и что мужики все менты-козлы. В общем, правильно. И вот единственный, ты вот такой романтик, вот так вот, прям бальзам ей на душу. А не замужем? Она была не замужем, а я был в состоянии в таком подвешенном. А что же она такая красивая женщина, не замужем? А потому что она работает 24 часа в сутки, и практически все ее подопечные находятся в тюрьме, куда она ездит с ними на свидание, на допросы. Жизнь у нее не позавидуешь. То есть у нее, фактически, все ее кавалеры, они как бы не на свободе, так потенциальные. Они или уголовники, или менты, что практически одно и то же. Понял. То есть, а уже из Америки вы с ней не общались? Из Америки не общались, но у меня остались офигительные воспоминания о майоре главном следователе по особо важным делам. Но концов больше нет, там адрес, там может ей книжку послать с подписью. Я думаю, она уже, наверное, полковник, если жива. И, наверное, уже как бы романтические состояния пропали. Ну да. Осталось только стихотворение, картина. Ну хорошо, значит, что же, давай мы тогда за майора по рюмочке пропустим. Ох, с удовольствием, с удовольствием. Но это уже будет другая история, сейчас гости соберутся, и мы тогда уже и по рюмочке. Да. Редактор субтитров А.Семкин